здравствуйте это реальные новости на канале страна для жизни если вы хотите знать реальное положение дел в стране и видеть то что не покажет по госканалам подписывайтесь прямо сейчас мы стараемся говорить позитивно о белорусских реалиях даже когда это практически невозможно но есть новости настолько абсурдное что не хочется верить в реальность происходящего и пошутить не представляется возможным погнали многие постоянно задаются вопросом доколе это все безумие самоназначенного будет продолжаться сегодня 5 января главный ревизор всего и вся заявился согласованной неожиданно подготовленной проверкой на завод горизонт чтобы посмотреть телевизор и проконтролировать модернизацию наклеек которые ляпают поверх логотипов работающей техники человек явно страдающий деменцией жесточайше сообщил о том что цитата если вам не нравится нынешний президент то только выборы могут решить этот вопрос только выборы то есть 9 августа выборы ничего не решили в смысле решали но не в пользу большинства а тут здрасте получаете выборы все решат а мы что думали гадали что делать как быть как старого сменить оказывается вот оно что новые выборы но вот и понятно а мы тут переживаем сказали бы раньше стольких жертв бы избежали насилия увечья и уродства скотства а просто надо было выборы провести пойти проголосовать выбрать нового президента старый бы сказал адьос амигос взял бы сына автомат сел бы вертолет и улетел ладно это конечно все смешно а грустно то то что хитро зачесанный обозначил дату своего возможного ухода а пока строятся коровники и план на ближайшую пятилетку он сам не уйдет пока последняя крупно рогатая скотина не промычит уходи занимательный рассказ у делегатах все белорусского народного собрания на примере одного района телеграм-канал климович онлайн обратил внимание на новость местной газете города климовича с именами делегата все белорусского народного собрания из восьми тщательно отобранных делегатов трое местные чиновники а пятеро занимают руководящие должности предприятий и учреждений района причем все они были либо главами избиркомов либо являются местными депутатами ну так а что в принципе мы все и ожидали от данного мероприятия пример одного района дает четкое представление о том как в нс формируется по всей стране семеро из восьми делегатов это местные депутаты и бывшие либо действующие чиновники а двое главы избиркомов усилиями которых нужные люди избираются ровно по такой же схеме делегирует в нс вертикальщиков местных депутатов и фальсификаторов все другие районы страны около 70 процентов делегатов по району должны представлять депутатский корпус 30 процентов общественной организации таким образом 99 процентов делегатов нс от общественных организаций будут представлять белую русь бсж брсм федерацию профсоюзов беларуси либо ветеранские организации порядок подготовки проведению шестого всебелорусского народного собрания существенно отличается от предыдущих до шестого в нс предполагалось избрание делегатов в полном соответствии с законом на собраниях коллективов местных собраниях даже говорили о том что это должны быть наиболее авторитетные представители пусть это соблюдалось не до конца но хотя бы попытки были сейчас прогнившая верхушка плевать хотела на эту процедуру никаких собраний а депутаты должны избрать себя делегатами сами зачем ответа один чтобы маразматик вся его свита смогли подольше усидеть на столь желанном но не на своем месте на прошлой неделе министр образования игорь карпенко пообещал что изменений во вступительной кампании 2021 года не будет а теперь выяснилось что тесты цветы по математике и физике значительно усложнили об этом узнал известный педагог евгений левиант цитата тест ct состоит из двух частей часть а задачи попроще с выбором ответа и часть б это задачи посложнее где выбора ответа нет его нужно найти вписать в бланк после решения задачи напоминает левиант так вот и счастье а две задачи убрали а в часть б две задачи добавили необходимо учесть что на цит у людей у школьников есть 180 минут на решение 32 задач причем решение каждой задачи из части б требует достаточно много времени кроме этого в заданиях части а теперь может быть несколько правильных ответов а раньше правильный ответ мог быть только один единственный то есть задание и в части а усложнены ибо нечего взращивать яйцеголовых на своих седой хитро зачёс абитуриентам предстоит дополнительно напрячься несмотря на пандемию сорванную частично третью четверть и полностью четвертую четверть в прошлом учебном году несмотря на то что и весь этот учебный год часть уроков будут срываться а никакой дистанционной образовательной платформы так и не появилась и чем руководствовался рикс усложняя цветы в такой тяжелый год непонятно можно только догадываться в то время как всей школьной программе нужен пересмотр и доработка потому что дети не могут самостоятельно подготовиться к централизованному тестированию они усложняют само ct которая расходится с программой абсолютно помимо того что подготовиться невозможно так еще и преподаватели вместо того чтобы учить детей зарываются в вечных бюрократических делах а также вынуждены побираться на шторы в классы и на журналы вроде юный спасатель усатый спаситель и устраивать никому не нужное показательное мероприятие от брсм и наполнять свои сайты фотографиями на которых детей просят улыбаться и показать насколько сильно их принуждает любить ябатьковскую беларусь ибо приказы любить платить выписывать должны выполняться незамедлительно и беспрекословно а во время выборов они учителя точнее подавляющее большинство одни из самых главных фальсификаторов а в дальнейшем пособники режима лукашеску но мы ведь люди подневольные системные могли бы услышать после выборов но у каждого и каждый всегда есть выбор остаться человеком или тварью дрожащей будь она здоровая конкуренция частные школы которые могли бы сами независимо от министерства образования формировать программы для учащихся а для учителей предоставлять комфортные условия для самореализации и саморазвития себя и своих учеников то не было бы нужды у этих учителей фальсифицировать выборы а ситуация с нарушениями на избирательных участках могла бы и не произойти и не было бы тех ужасающих последствий одна из ведущих газет германии опубликовала открытое письмо белорусского писателя саши филипенко к президенту международной федерации хоккея рене фазелю которая жаждет провести чемпионат мира по хоккею в беларуси цитата правильно ли я понимаю что вы считаете уместным проводить чемпионат мира в стране где в центре столицы к арестованным демонстрантам применяют пытки так спрашивает филипенко у фазеля вы ознакомились со всеми задокументированными случаями пыток которых только в оон зафиксировано более 450 вам их мало мне нужно присылать вам что-то еще стоит поблагодарить немецкое издание за адекватную позицию занятую в отношении карательной системы и свободолюбивого народа беларуси но не стоит забывать о том что пыткой и в первую очередь для согнанного на трибуны зрителя является появление главного хоккеиста на льду в парном дуэте с клюшкой солирует которому весь придворный ансамбль знали бы наши деды и прадеды с какой фашистской машиной придется столкнуться их потомкам кажется стреляли бы в ином направлении саша филипенко также написал следующее правильно ли я понимаю что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране где людей избивают и расстреливают за использование национального флага вы уже взяли с лукашенко слова что его цепные псы не будут убивать за другие флаги так например диктатор уверен что он на улице минска выходит по 300 тысяч человек не потому что он узурпировал власть а потому только что за всем стоят чешские кукловоды вы можете гарантировать лукашенко что в минск не полетят кукловоды из чехии у вас есть соображение на этот счет мы с радостью послушаем правильно ли я понимаю что вместе с пустыми самолетами на которые на фоне пандемии полетят страну где уже 7 месяцев длится гражданский конфликт во время вашего чемпионата мира в беларусь вернуться более 10 тысяч белорусов которые были вынуждены покинуть страну на фоне конфликта к слову о чемпионате мира по хоккею он не вошел в перечень международных соревнований проводимых беларуси 2021 году который утвердил сабмин своим постановлением этот документ был опубликован сегодня однако в минспорта и федерации хоккея беларуси придерживаются мнения что если чемпионат не попал в список сабмина это еще не означает что он не состоится в беларуси хотя вероятность переноса чемпионата мира из минска куда-нибудь другое место сохраняется глава международной федерации хоккея рене фазель если помните планирует приехать в беларусь после 7 января по информации швейцарского издания ватсон он намерен при личной встрече с лукашенко как можно мягче сообщить ему об отмене чемпионата в минске сегодня в гомеле прошли обыски у местных активистов василия полякова и николая новикова также силовики пришли на полеску 52 где находится офис общественно-политического центра у полякова и новикова обыски уже закончились изъята вся техника самих активистов не задерживали обыск гомельском общественно-политическом центре продолжается известно что обыски связаны с уголовным делом гомельского активиста владимира непомнящих о котором вам вчера рассказывал мой коллега евгений по версии следствия он угрожал прокурору на суде над георгием василенко который 16 августа на площади ленина в гомеле сменил государственный флаг на бело-красно-белый в сморгоне осудили предпринимателя по делу о клевете на милиционеров ромальд улан бывший владелец и главный редактор независимой новой газеты сморгоне а сейчас индивидуальный предприниматель который оказывал услуги по печати его обвиняли по статье 188 уголовного кодекса республики беларусь клевета по городу были расклеены листовки с данными сотрудников милиции которые по мнению местных жителей уже свидетельствовали в суде против участников протестных акций улан говорил что увидел их в городе сфотографировал и опубликовал в городском паблике во вконтакте мужчине присудили два года и 6 месяцев химии ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа минчанин получил уголовку и штраф 10 тысяч рублей от минск транса за воскресный марш согласно обвинению 1 ноября михаил глуховский грубо нарушил общественный порядок участвую в несанкционированном мероприятии за это его обвиняют по части 1 статьи 342 у к рб также по мнению гособвинителя зубко около 30 маршрутов общественного транспорта были заблокированы эти действия нанесли минск транс ущерб в 11 тысяч рублей мужчина согласен только с тем что участвовал в марше и выходил на проезжую часть но не согласен с размером ущерба и тем числом маршрутов которые не работали якобы из-за него на фоне маразма судили в беларуси меняют уголовное законодательство первый пакет изменений уже принят и одобрен парламентом а вот второй пакет только готовится его будут рассматривать весной и вступит он в силу вероятно только в следующем году но это не точно может и раньше самое главное предложение втором пакете это исключить из уголовного кодекса высшую меру наказания то есть смертную казнь статья 59 у к видимо кто-то из законно творцов боится что она может быть применена по делу таким образом исключительно мерой может стать пожизненное лишение свободы если изменение будет принято уже приговоренные к смертной казни в качестве альтернативы получит пожизненный срок напомним беларусь пока что остается единственной страной в европе где смертная казнь до сих пор применяется за последние 20 лет нашей стране были казнены более 400 осужденных второе не менее важное предложение о поправках в уголовный кодекс исключить несколько преступлений за которые могут привлечь уголовные ответственности подростков в возрасте с 14 до 16 лет речь о хищении наркотиков статья 327 у к незаконном обороте наркотиков статья 328 у к заведомо ложным сообщением опасности статья 340 у к напомним статья 328 одна из самых популярных в стране что теперь будут подбрасывать силовики неугодным режиму гражданам бело-красно-белые флаги или неугодные мысли также предлагается внести в уголовный закон новое понятие гражданское соглашение с осужденным по преступлениям которые не представляют большой общественной опасности менее тяжким и тяжким преступлением видимо готовится к расследованию преступлений омона и прочих силовых структур ведь как удобно будет на суде потерпевший если выжил конечно говорит что по факту насилия и пыток которые к нему применялись претензий не имеет заключается гражданское соглашение маньяк свободе на претензии тяжело будет иметь когда сам маньяк и его подельники запугают угрозами пострадавших и их семьи и как бы иллюстрации не проводились банды безмозглых и бездушных уродов по уши заляпанные кровью белорусов будут держаться друг за друга и хорошо если в камерах существенные изменения могут быть приняты в уголовно-процессуальном кодексе уже сейчас заключенным могут по разным причинам не допускать адвокатов эту практику предлагается узаконить ограничить время общения с адвокатом до одного часа но вот же зато будут пускать подозреваемого чтобы было время договориться о соглашении вторая возможная поправка это допрос врача в качестве свидетелей без согласия пациента по обстоятельствам составляющим медицинскую тайну не менее важное предложение узаконить проведение обыска без понятых личный обыск если поправки будут приняты сможет проводить силовик другого пола когда случай не терпит отлагательств если при этом не нужно оголять человека помните слоганы на плакатах и лозунги на маршах от белорусок в адрес силовиков вам никто не даст так вот и этот вопрос решат можно будет обыскивать щупать лапать и когда нет понятых почему бы и не раздеть но и там как пойдет пока все это происходило незаконно теперь же будет называться тщательный срочный обыск а может быть и с понятыми на сегодня все до встречи